Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня хочу поговорить с вами о трех приложениях Mi Video, Mi Music и Mi Browser, то есть трех предустановленных приложениях от Xiaomi, которые я предпочитаю сразу удалять и заменять их аналогами, а в случае браузера просто выбирать из двух самые лучшие. Объясню сейчас почему. Решать ваше, ни в коем случае не заставляю вас удалять, сами делайте выбор. Друзья, удаляются они немножко так странно и через одно место. Многие писали, что не получается удалить Mi Browser, хотели это сделать, да? Вот в конце видео, когда буду удалять, покажу, почему у вас не получается. Смотрите, первое, что касается браузера. Друзья, в телефонах Xiaomi, так как они на базе Android, да, соответственно, и Google Browser, и Mi Browser стоят по умолчанию, когда вы их только покупаете. Но, как по мне, глупо держать два браузера на телефоне. Но если мы посмотрим на этот, на Chrome, мы его удалить не можем. И, соответственно, если мы посмотрим на Mi Browser, мы тоже удалить его не можем. Однако он весит 235 мегабайт, то есть, ну, занимает все-таки память, да? А Google весит, друзья, у нас с вами 131 мегабайт. Ну, потом, конечно, берет, конечно же, если вы им будете пользоваться. Какой браузер оставлять? Выбирать вам. Mi Browser он неплохой. Он быстренький, скоростной, все хорошо. Ну, смотрите, какая в нем засада, почему я не люблю вот предустановленную программу от Xiaomi. Везде в них есть какая-то заковырка. Смотрите, вот вроде бы вошли в браузер, да, они говорят, что требуют существовать сбор необходимых данных, там личной информации, то есть, ну, собирают у нас данные, понятно. Принять и продолжить. Ну, друзья, если мы чуть-чуть прокрутим, и еще прокрутим, маленькая галочка, персонализация услуг, тырк, и теперь они не будут ничего вас собирать. Вот в этом всякая такая вот эта вот китайская пакость и собрана. Поэтому не особо люблю. Ну, и Google все-таки, наверное, привычный к сервисам. Google и просто привычный для человека. Что хорошо в MIUI-ском браузере, например, сразу есть интеграция с Google играми. Они у меня удалены. Если нажать сюда, вы сразу попадете в проводник, да, то есть можно в проводник попадать прямо из браузера и все здесь файлы смотреть. Ну, какая-то, может быть, фишка то, что вот такая вещь есть. Но тем, кто не пользуется проводником, а тем, кто предпочитает использовать ES Explorer, например, вместо проводника, ну, значит, зачем нам этот проводник? Поэтому я решаю, что два браузера в телефоне все-таки много, и MI браузер я, конечно же, удалю. Не факт, что оставлю Chrome, заменю другим, но два держать не буду. Друзья, что касается MI видео и музыки, да, я предпочитаю один плеер. Вот не суть, что вот это у меня MX плеер стоит, вы можете любой другой поставить, просто он один заменяет два вот этих. Еще опять же, вот заходим мы в приложение, не могут они по-нормальному все делать. Заходим, смотрите, в настройки. Расширенные настройки. И опять же, показывать рекламу, рекомендации, персональные рекомендации. Отзыв согласия. Отзыв согласия – это то, что почему от вас собирает информацию. Смотрите. Вы отзоветесь с политикой, мы прекратим собор вашей личной информации, собранная личная информация будет удалена, 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 как бы отозвать. Замечательно, да, сейчас отзовем разрешение, не будет одна сбора информации никакой через этот ми, музыку. Ну, конфиденциально все-таки это хорошо. Замечательно. Попробуем открыть. Хрен там. Прими снова. Снова я буду собирать эти информации, только после этого ты сможешь мной пользоваться. Этого бракобесия нет в обычном плеере, ребят. Поэтому я не люблю музыку. Тоже ми-видео. Три точки, настройки, тот же отзыв, согласие. Убираете его. Переводя выключатель в положение, вы отзываете отзыв, согласие, мы перестанем собирать там личные данные. Опять же пишут, да. Бынь. Хрен там. Он даже не убирается, понимаете. И можно тыркать, 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 хрен там уберется. То есть ими, видео, ими музыка собирают о вас информацию. А есть простой плеер. Я говорю, я просто не призываю вас им пользоваться. Их очень много в интернете. Здесь вы можете посмотреть видео. Выбрали. Здесь вы можете посмотреть музыку. Послушать музыку, если надо. Это все очень просто работает. Если вы пользуетесь какими-то вот такими сервисами, да, то есть не буду озвучивать. Опять же, это можно смотреть через стандартные обычные плееры. По музыке, так вообще сейчас есть либо Яндекс.Музыка, либо Спотифай. И если у вас оформлена подписка или вы установили какой-то мод, это все можно делать бесплатно. Вы слушаете музыку сколько хотите. Она всегда у вас есть. Нет у вас интернета. Нажали на три точки. Скачали себе музыку. Опять же, слушайте сколько хотите. Тот же плеер. Говорю, в нем, если мы смотрим какое-то кино. Давайте вот я на своем покажу. В нем огромная куча настроек. Здесь вы можете выбрать какой декодер, включить ярлыки, отключить видео, поделиться. Ну, очень-очень много информации различной. Все, что угодно можно сделать. Также и здесь настроек. Как угодно можете смотреть, эквалайзеры, все-все-все понастраивать. Здесь огромное количество настроек. Эти настройки лишены в стандартном приложении. Картинка в картинке вот поставили. Может быть и там есть, просто не пользуюсь, говорю. Опять же, не реклама, друзья. Но если вы хотите, ссылку на эту брошу. Смотрите там сами. Поэтому предпочитаю их удалить. В чем засада одна еще, смотрите, ребят. Удалять их непросто. Объясню почему. Во-первых, конечно, удалять их надо будет через компьютер и через программку ADB Up Control. Подключаем компьютер к телефончику. Итак, друзья, находим Mi браузер, Mi видео и находим нашу музыку. Вот она, галочками выделили три приложения, все, что вам надо. Теперь в правом нижнем углу набираем. Если отключить, они будут просто отключены, будут с красным таким кружочком, что отключены. Если удалить, они исчезнут с нашего телефона. Я нажимаю удалить, удалить данные кэш. Нажимаю удалить, смотрите на экранчик. Делаем резервные копии на всякий случай. И, как видите, приложение исчезнет с нашего телефона. Все очень просто удаляется через ADB. Итак, друзья, все это мы сделали на телефоне Redmi Note 10 Pro, который у нас работает на 11-м андроиде. А вот у меня Mi 9T, который работает на 10-м андроиде. Если мы здесь сделаем то же самое, на экран, смотрите, нажимаем удалить, удалить данные кэш. Нажимаем удалить, брым, удалено приложение. Вот большая надпись. И вот удалено приложение 0 из 3. Они у нас здесь есть, они не удалились. Разница между этими телефонами только в 10-м, 11-м андроиде. Не знаю, связано ли это еще с чем. Но, друзья, если они вам мешают, их все-таки можно убрать с нашего телефона даже вот тогда, когда не получается. Выбрали наше приложение, друзья, вот они. И нажимаем не удалить, а отключить. Галочку ставим удалить данный кэш и нажимаем отключить. Да, и теперь опа, и они пропали с экрана телефона. Теперь они не будут вам мешать, не будут там в фоне работать, оперативку жрать, тратить ничего, не будут подключаться, никуда не будет, потому что мы их с вами отключили. Спасибо, что смотрели, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. Всех благ вам, удачи. Пока-пока.